Сергей, я предприниматель, у меня двоевые достаточно вопрос. Первый, как Вы считаете, какая роль у бизнеса в нашей стране, чтобы страна стала там жить лучше, это первый вопрос. И второй вопрос, если позвольте, я как предприниматель часто выступаю спикером для более молодых предпринимателей, что для Вас, как для спикера, является, точнее, переформулируя, через что Вы, как спикер, чувствуете, что выступление Ваше удалось? Спасибо. Как спикер, как Вы чувствуете, что выступление удалось, то есть, как бы, какое выступление Вы считаете успешным? Ну, я считаю, что успешно, если я вижу, что меня обнимают на суше. Это гласно. Если я вижу, что кто-то взял, или там между собой переговариваются, и тогда я понимаю, что не сумел заинтересоваться. Что касается бизнеса, Вы понимаете, что вообще само слово «бизнес», оно отрицательное для россиян, ну, из-за советского прошлого. «Бизнес» — это вот это вот самое капиталистское вот прочее. И вообще даже в свое время отношение к деньгам, или к деньгам, правильно сказать по-русски. Думки там у Ильи Петрова, когда Остап Бендер показывает где-то там чемодан с миллионами, они как-то свистяются, выходят из купе, как-то неудобно. Постепенно возникло такое отношение, что бизнес — это жажда наживы, что это ужасно и прочее. И я думаю, что зря стали употреблять это слово. Лучше бы говорили предпринимательство, и было бы спокойнее. Ну, во-первых, что не поделаешь. Пока что, по моему внутреннему ощущению, сама власть, состоящая в основном из советских людей, не очень нежно относится к бизнесу. И я не могу сказать, что делаются особые усилия, чтобы способствовать развитию бизнеса. Принимается одно решение, и сразу другое, которое этому мешает. Совершенно ясно, что бизнес должен сыграть решающий рост в том, как люди будут жить в России, возможно, материально. Но не только. Но пока что это не так. И пока что, когда многие живут бедно, вот это вот ага, богачи, вот это вот, ну, очень мешает. Я уже не говорю о так называемых аллигантов, которых нет. Все-таки аллигантов – это человек, который имеет власть. У них никакой власти нет. Но это тоже, понимаете, они появились, и с точки зрения народа очень несправедливы. Они, в общем-то, бесценны, получили колоссальные богатства, которые не они создали. Поэтому, опять-таки, это вопрос времени, мне кажется. Это постепенно, это станет, буду рассматривать это как норму. А сегодня, когда опрашивают молодежи тем, кто хочет стать, то ведь очень склонней говорить, что я хочу быть бизнесменом. Говорят, я хочу быть юристом, я хочу быть чиновником. Долгом. Да, вот это, да, это довольно трудно. Так, мне кажется. Долгом. Долгом.